В станице Северской открылся новый православный храм часовни новомучеников и исповедников российских. Возведен он в память о людях, пострадавших за православную веру в годы гонений. История храма непростая. В 2010 году здание осветил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. И вот только с 1 сентября 2018 года его двери открылись для прихожан. Настоятелем назначен протеерей из краевой столицы Андрей Внучко. Я думаю, что наш храм будет учить основам христианской жизни и памяти о тех, кто был нам дорог, кто близок, но кого уже нет рядом с нами. Пока богослужения совершаются по субботам в 17 часов. В воскресные дни в 8 утра проходят литургии. В храме служат панихиды и молебны. Мы надеемся, что храм будет в дальнейшем открыт ежедневно, чтобы люди, которые приходят к своим близким помолиться на могилку, приходили в храм. И прежде всего обращались к Господу Богу о спасении душ тех людей, кто был им дорог. Службы совершаться будут в двунадесятые и в великие праздники. Издревле на Руси церкви и часовни располагались рядом с кладбищами. Там проходили отпевания, а в дни посещений каждый мог оставить свечи за упокой усопших, а также за здравие живущих. Храм часовниного мучеников и исповедников российских, единственный в станице Северской, расположен вблизи захоронений. Но такое соседство не омрачает атмосферы. Здание наполнено уютом, теплотой и солнечным светом. Новый храм располагается по адресу Станица Северская, улица Западная, 9А. Школьники района приняли участие в военно-патриотических соревнованиях памяти героя России генерала Геннадия Трошева. Геннадий Николаевич – советский и российский военачальник, командовавший федеральными войсками в Чечне и Дагестане. Приурочен слет военно-патриотических клубов и к 75-летию со дня освобождения Краснодарского края и завершению битвы за Кавказ. Организаторами мероприятия выступили Управление по молодежной политике совместно с Управлением образования. Со всего района на стадионе «Олимп» собрались 12 команд. С напутственными словами и добрыми пожеланиями на торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости. Настанет время, когда и на ваши плечи ляжет эта функция защиты нашего государства. А вот эти соревнования, они помогают вам подготовиться к службе в армии и ощутить вообще, что это такое. Более того, это интересно, здорово и задорно. Я желаю вам всем успехов в этих соревнованиях, всем победы. И помните, здесь проигравших не бывает, здесь все победители. Самоотверженно боролись за победу своих команд не только юноши, но и девушки. Соревнования включали различные состязания, в которых молодежь района разбирали и собирали автоматы, метали гранаты, ножи, прыгали по кочкам, а также исполнили строевую песню. Как признаются сами будущие защитники Родины, такие соревнования интересны и полезны. Должие, я считаю, нужны они. Они развивают физические способности, готовят к будущей службе в армии. Начальная военная подготовка, сплачивает нас в команду одну. Ну и, конечно, у всех появляется желание к победе. Первое место в соревнованиях заняла команда 59-й школы из станицы Северска. Именно она будет защищать честь Северского района на зональном этапе в городе Горячий Ключ. На базе школы номер 44 прошел модельный семинар «Проектное мышление молодых». Председатель Краснодарского общественного движения по защите прав и интересов инвалидов Содружества Павел Сноксарев рассказал, что семинар – один из этапов подготовки к межмуниципальному форуму, который состоится в Анапе. И сейчас идет отбор перспективных проектов, представляющих новое нестандартное образование. Мы хотим увидеть все, что есть в Северском районе по этому направлению и как-то поддержать, потому что экспертное сообщество, как раз это при губернаторе, может своими силами подсказать, сделать и помочь. На семинаре несколько школ района представили свои работы. Олег Матавилов, заместитель директора 16-й школы, рассказал о социальном проекте, объединяющем сразу несколько учреждений в едином воспитательном пространстве. Исследование направлено на духовно-нравственное развитие ребят и их социализацию. Суть проекта была проста. То есть дети из каждого из поселений рассказывали остальным детям из других школ, ну и в том числе представителям своей школы, о том, как освобождалась их станица, их поселок, их поселение. И говорили о тех героях, о которых они знают, о тех событиях, которые проходили, о той работе, которую они ведут. И при этом мы посещали памятники и мемориалы. Представили свои работы и будущие выпускники 103-й школы, рассказав об эффективном использовании ресурсов учебного заведения по духовному и патриотическому воспитанию подростков. Этот проект включает разработанные ребятами маршруты по местам боевой славы Северского района. Заявили о себе и ученики школы номер 27. Темы их работ самые разные – история, медицина и даже кулинария. Сегодня проектная деятельность включена в образовательные стандарты школьной программы. Дети начинают знакомиться с творческим и научным подходом еще сидя за партами, чтобы в дальнейшем применить свои знания и навыки в высших учебных заведениях, разрабатывая свои собственные исследования. Обман зрения – именно это вас ожидает в новом музее, который недавно появился в Нью-Йорке. Называется он «Музей иллюзий». Здесь посетители не верят своим глазам. А все законы физики оказываются под вопросом. «В музее более 80 оптических иллюзий, которые посетители могут изучить и рассмотреть, понаблюдать, как их мозг попадает в ловушку». Здесь можно представить, как бы ваша голова выглядела на блюде на обеденном столе. «А здесь вы за секунду превращаетесь в великана». Директор музея Рока Живкович говорит, здесь любая, даже самая обычная вещь может оказаться оптической иллюзией. «Это комбинация нескольких факторов. За всем стоит наука, а также комбинация зеркал. У нас интерактивный музей, здесь правил нет. Просто получайте удовольствие, исследуйте музей. Только ничего не ломайте. Вот единственное правило». Первый музей иллюзий открылся в хорватском Загребе в 2015 году. Он стал настолько популярен, что Рока Живкович решил открыть его аналоги в других городах мира. Музей в Нью-Йорке станет 11-м филиалом. Как ожидается, к концу года откроются еще четыре новых музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова